Труженица тыла, жительница Нижневартовска Галина Панфилинка добивается полагающихся ей социальных выплат. Проблема в том, что ветеран Великой Отечественной войны, бывшая гражданка Украины, и никак не может получить из соседнего государства необходимые документы для оформления статуса труженик тыла. А значит, не может пользоваться полагающимися на территории России льготами для ветеранов. Подробнее расскажет Кирилл Волконский. Бесплатный газ, электричество, повышенная пенсия, социальные выплаты. Это немногие из тех льгот, которые в Украине получала ветеран Великой Отечественной Галина Панфилинка. В 2013-м она приехала в Нижневартовск к дочерям. Здесь даже несмотря на оформленное гражданство России, социальные выплаты не получает. Просто чтобы внимание хоть какое-то. Обидно, что я такую войну пришла. Увидела все на свете через мои руки. Батька убыла. Мама тоже бедно мучилась с травмодетниками. Для получения статуса труженик тыла в России, а значит, и положенных льгот, и выплат Галине Федоровне не хватает официально подтвержденных пару месяцев стажа работы в годы Великой Отечественной. Доказать, что будучи девочкой, она трудилась в своем совхозе во время войны можно. Есть заверенные показания свидетелей. Это просто свидетели были в 90-х годах, которые были, свидетели бабушки. Они уже для мамы были бабушками в 96-м году старенькие, потому что она была еще малолетний ребенок, а когда она была в 90-х годах, она ходила как свидетели, вот они свидетели подписывали. Они уже бабушки были старенькие. И они вот говорят, да, она работала. У семьи в Нижневартовске есть только копии, а вот оригиналы документов можно получить лишь в Украине. Но сотрудники архивов и социальных ведомств соседнего государства необходимые бумаги выдавать отказываются. Даже сыну ветерана, который живет в Незалежной. Есть брат, он туда ходил, но ему тоже дали вообще какую-то липовую справку, без печати, без ничего. То, что вот у нас есть вот это вот ветеран войны, то, что оно действительно. Зачем нам это дали, я так и не поняла. А как-то конкретно, какие-то формы бумаг и так далее, он там может пойти еще раз запросить, чтобы все это вернуть? Не дают. Они даже близко не подпускают. Мы даже доверенность давали. Не подпускают, не дают ни на руки, ничего вообще не дают. Я не знаю, по какой причине. Не ответила украинская сторона и на запросы представителей службы социальной защиты населения и местной администрации. В итоге дочери ветерана написали обращение на прямую линию президента России. Теперь вопрос изучает общероссийский народный фронт. Ребенок работал, то есть получает награду о том, что документы, подтверждающие награды, получает о том, что являлся участником боевых действий. То есть, ну, 8-9 лет, да? То есть, ну, какие у ребенка, у девочки 8-9 лет, какой она боец? Поэтому на сегодня, я говорю, мы изучим. Ну, сутки двое надо. Обращение подготовим. И, может быть, я думаю, у нас Владимир Владимирович найдет какое-то решение о том, чтобы в рамках отдельно взятого человека, да, ну, учесть все заслуги и соответствующим образом это оформить. Несмотря на отсутствие официальных документов, герои войны без внимания городские власти не оставляют. Тем более, в юбилейный год победы в Великой Отечественной войне. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.